Привет, ютубослушатели! Считаю, что ограничения конституционных прав граждан возможны только при введении чрезвычайного либо военного положения. Это не введено. Такие положения у нас не введены. Сейчас, друзья, я воспользуюсь ноутбуком и зачитаю вам целый огромный перечень статей Конституции Украины, которые у нас нарушаются на сегодняшний день данным карантином. Я считаю, что Конституция у нас имеет нормы прямого действия. То есть, это не то, что я считаю, а так написано в Конституции. С чего хочется начать? Государство ответственно перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главным обязанностью государства. Статья 3 Конституции. То есть, государство, весь этот механизм государства несет ответственность перед мной, перед вами. И никак нельзя у нас забрать наши неотъемлемые права. Давайте дальше. Права и свободы человека неотчуждаемые и нерушимые. Статья 21 Конституции Украины. Что это означает? То, что нельзя продать наши права. И наши права никто у нас забрать не может. Далее, что у нас. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. Статья 22 Конституции Украины. Видите, друзья, никак нету способа, который позволяет отменить наши с вами конституционные права. Это прямо написано в Конституции. Каждый имеет право на уважение его достоинства. Статья 28. Тут бы я, как пример, привел вот эти маски. Нас заставляют носить эти маски. Мне это лично неприятно и неприемлемо. Мы ведь не собаки, что подеть на мордники. Гау-гау-гау, вот это гавкать. Поэтому я считаю, что это прямое нарушение статьи 28 Конституции Украины. Далее, что у нас идет. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Статья 29 Конституции Украины. Чего это касается? Это касается принудительной обсервации на 14 дней. Я считаю, что это касается на 100%. Далее. Каждому гарантируется свобода передвижения. Статья 33. Это касается, друзья, запрета передвижения. Запрета передвижения, прежде всего, на общественном транспорте. Запрет передвижения между областями. Что-то там где-то закрыто, что-то проверяют. Я считаю, все вот эти запреты, они являются неконституционными. Далее. Каждый имеет право на свободу и вероисповедание. Статья 35. Тут хочется, естественно, поговорить о запрете вот этих всех богослужений. Богослужения запретили, то есть нарушается конституционное право на веру. Те, кто там хотят поучаствовать в этом всем, они каждый год в этом всем участвуют, считают это большим праздником. Этих людей лишают такой возможности. Право граждан на мирные собрания. Статья 39. Право граждан на мирные собрания могут быть ограничены только судом, а не постановлением Кабинета Министров. То есть там подали заявление, запретили демонстрацию, запретили какое-то собрание и так далее. Сейчас это все запрещено постановлением Кабинета Министров Украины. Давайте дальше. Фактический запрет осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься трудовой деятельностью. Это статья 42-43. Я считаю это вообще ужасно, то что люди не могут просто даже пойти работать и не могут пойти заработать. Взамен же государство не дает ничего. Ничего вообще. Просто лишили людей работы. Лишили людей заработка. Они завтра все закроются, когда этот карантин закончится непонятно, с чего людям жить и как им вообще воспитывать своих детей и как им вообще жить в этой Украине. Государство не дает нам ровным счетом ничего, оно только у нас что-то забирает. Давайте дальше. Запрет выходить из дома лицам старше 60 лет. Это нарушает принцип равенства конституционных прав граждан, в том числе по возрастному принципу. Статья 24. Также это нарушает право на свободу передвижения. Статью 33. Мне очень многие говорили, вот что делать. Мне там 60 с чем-то лет, больше 60. Я хочу куда-то поехать на машине, там за город, на дачу и так далее. Честно, я не знаю, что делать вам. Есть запрет, что там 2 метра, 2 километра не отходить от дома. И вот такой вот есть достаточно серьезный запрет, друзья мои. Что с этим делать, я не знаю. Наверное, все-таки лучше ждать, мне кажется, конца этого карантина. Хотя все эти запреты, я считаю, абсурдными и недопустимыми. Кто там чем может заразиться, если человек садится на свой автомобиль, там не знаю, с семьей и куда-то едет. Он же не едет в общественном транспорте. Но такой вот, к сожалению, есть у нас запрет. К теме запретов хочу заметить, что я сегодня пытался посетить исполнительную службу. И видите, друзья, вот эта вот исполнительная служба. И у них тут вот так вот написано. Вот так вот написано. И зайти, ну зайти, былык, видите, нельзя. Только можно свое обращение сюда вот засунуть, в эту скринку. Как вы видите, друзья, там все закрыто. Зайти нельзя. И ку-ку, привет, пока-пока, как говорится. А заметьте, налоги я плачу, а зарплату они получают. Я не могу воспользоваться своим правом просто обратиться туда с заявлениями. Должен кидать их в какие-то коробки и рассчитывать на то, что кто-то там их когда-то заберет и не выкинет. Потому что штамп на второй экземпляр мне никто не ставит. Далее прошла такая информация, что карантин уже собираются отменить. И вот-вот. Давайте посмотрим слайд. Как Украина будет выходить из карантину? 14 квитня. Відкроются магазины до 400 метров. Усі будивництва и садовые комплексы, незалежно от площади. С 1 травня откроются другие магазины, торговые центры, перукарни. С середины травня. Відновится навчальный процесс у школах. Рестораны сможут приймать отборщиков. Запрацюют косметологические салоны. До кінця червня будуть закрыты кордони, не працюватымут аэропорты. До вересня насытымут захисні маски у громадських місцях. І інформація ЛБЮА і Ліга нет. І я тут уже так обрадовался, похлопав в ладоши. А оказывается, це все новость не настоящее. І Шмыгаль, не знаю, як його правильно назвати, прем'єр-миністр України, сказав, що все, такого не буде, карантин там буде аж до мая. Сидите дома і радуйтесь жизни. Да і дайте, що ви там ще не доїли. Але в то время, друзія, наших защитників в городі Харкові обидели. А именно конкретно обидели сотрудників, высокопоставленних сотрудників полиції. Що ж произошло? Я позволю себе зачитати інформацію з сайта. 6 апреля вечером в Харкові жістко избили двох крупних чиновників областної полиції. Руководителю управління угрозыська Евгений Адраку і начальника відділа розкрытия преступлений проти лічності ГУНП в Харковській області Сергія Новикова. Що ж тут відбувалося? Ізначально конфлікт почався, після того, як полковник поліції Новиков попав в ДТП, виїжджає з управління угрозыська на уліці Піскуновській. Новиков не пропустив проїжджаючу машину і черканул її. Т.е. він ізначально нарушив ПДД. Пострадавшою машиною управляла дівшка. Після аварії Новиков почав качати, предъявляю дівшці її вину. Хоча она була не виновата в ДТП. Дівшка позвонила своєму молодому чоловіку. Він під'їхав з групою поддержки. А на допомогу к Новику подошел його колега, полковник поліції, начальник управління уголовного розыска Евгений Драко. Як вияснилось вскоре, група поддержки дівшки водителя состояла із бойців Харьковської гражданської організації «Ми харьковчане». Эта організація була создана Харьковським кримінальним авторитетом Казарцевым по кличке Князь. Це зараз модна тема. У кожного кримінального авторитета є своя гражданская організація, яка позиціонує себе як патриотична. В організацію входит багато атошників. В ході конфлікта полковник Драко і Новіка сразу перед'явили активістам удостоверення і пообіщали, що всіх закроють. Але активістам їх удостоверення були до опи. І вони завалили на землю обоих розыскніков і сильно їх ізбили. Євгенію Драке сломали челюсть ударом кастетта. Новіков просто повалили, побили ногами. Рассказали вони істочники в Харківській поліції. Далі там ще є версія когось із правоохранителей, що вовремя цих всіх конфліктів і збілення там ще рідом стояло п'ять каких-то оперативних сотрудників поліції. І вони теж в це як порядочні поліцейські не вмешивались, поки їх начальників били. Кроме того, говорят, що цей водитель-полковник поліції був в состоянию алкогольного оп'юнення. Але це все, так сказати, непроверено. Ще там вони розмахували огнестрельним оружіем і все таке. На сьогоднішній день данних людей, які напали на сотрудників поліції, розыскивають. Открыто уголовне производство. По статте 121, це середній тяжесті, і по части 4 статті 296, хулиганство. Це все статті Уголовного кодекса. Моєго клієнта растріляли в спину. Кто не знає цю історію, сілку дам в описі, зможете перейти і посмотріть. І ми це делали вже більше полугода, що-то там вертиться, ракрутиться і т.д. У мене є вопрос. Як ви считаєте, все ли у нас равні перед законом? Ви, я, полковники, ребята, які на них напали, все ли ми равні? Кроме того, естественно, якщо вам жалко данных сотрудників поліції, ви вполне можете в комментаріях под видео написати їм свої соболезнення і написати їм скорейшого выздоровлення. І в конце видеоролика хочу розказати вам о Віталіке Кличко. Відео, в якому він появився, він там произвел настоящий фурор. Почти каждый комментарий, було йому там какое-то обсуждення, пожелання і все остальне. І він щас говорить, що досить шастать. І ось такі бікборды появились по всему городу Києва. Як ви бачите, Віталіка на данних бікбордах як би він добрий, улыбається, але в той же момент підкатывает, так сказати, рукава і підупреждає досить шастать. Я, чесно сказати, несмотря на эту сложену ситуацію, не відказався б від такой футболочки. Якщо хтось знає, де її купити, об'язательно прийшліть мені ссылочку, я себе закажу і буду в неї вести для вас мої відеоблоги. Бережіть себе, залишайтесь вдома.